Здравствуйте! Новости на информационном канале Севастополя в студии Светлана Федодеева. Прямо сейчас в выпуске. Мы рассматриваем возможность размещения там непосредственно льгот для именно сельхозпроизводителей. Покупателю продукт, производителю льготы. На месте Шевченковского рынка планируют открыть постоянную ярмарку. Жди меня, я вернусь. Осенний призыв. На службу в Ростовскую область отправятся 35 севастопольцев. Мы заходим в наш двор, как в Евродвор. Красота необыкновенная. Комфорт во дворах. Жители трёх домов по улице Федеева оценили благоустройство внутридомовых территорий. Севастопольцы обеспокоены судьбой шевченковского рынка. Несколько месяцев назад закончился срок действия договора аренды и по закону владельцы киосков должны убрать свои прилавки. Правительство Севастополя предложило свой вариант сохранения торговых точек. Подробности в сюжете Александра Тимофеева. Рынок на улице Шевченко работает уже 20 лет. Многие продавцы годами трудятся здесь легально, но и незаконных торговых точек в районе немало. Этим летом истёк срок действия аренды. На многих киосках уже появились уведомления о демонтаже. Часть торговых объектов уже вывезли, но некоторые владельцы оставили за собой разбитые прилавки и бытовой мусор. По договору здесь должен быть временный рынок, однако на некоторых участках появились капитальные строения. Их владельцы уже пытались узаконить постройки. Безуспешно. Магазины стоят прямо над подземными коммуникациями. А это уже нарушение закона. Ситуация с рынком обеспокоила не только законный бизнес, но и местных жителей. В районе проживают десятки тысяч людей. В случае демонтажа всех прилавков покупать продукты придётся в отдалённых местах. Горожане обратились за помощью к властям и общественным организациям. В правительстве заявили, создание рынка требует большой территории для подъезда грузовых машин и возведения торговых павильонов. Но организовать продовольственную площадку вполне возможно. Прорабатывается вопрос с целью удовлетворения потребностей населения, с целью, понятно, постоянно поступающих предложений о реализации сельхозпродукции. Организовать там именно сельскохозяйственные виды ярмарки. То есть пока это в виде ярмарки? Да. Решение вопроса? Пока как предложение такое. Ярмарка может вместить до 60 торговых мест. Этого достаточно, чтобы обеспечить продуктами весь район. Местные сельхозпроизводители смогут торговать на льготных условиях. Единственная проблема – новая площадка исключает торговлю промышленными товарами. Но и в этом случае нашлось решение. Для таких продавцов есть возможность переехать в торговый центр. Сейчас в нем обустраивает подвал и второй этаж. Переехать сюда и торговать на законных основаниях можно будет уже в декабре. Проект «Новые ярмарки» должны одобрить на заседание правительства Севастополя. Ориентировочно торговую площадку планируют открыть до конца года. Александр Тимофеев, Михаил Волобуев и Павел Булгаков. Информационный канал Севастополя. Ситуация в севастопольских дворах улучшается. Новая детская площадка, асфальтированные дороги и тротуары. Жители трех домов по улице Фадеева оценили благоустройство внутридворовых территорий. На объектах побывал и губернатор города Дмитрий Овсянников. Подробнее расскажет Елена Корнаухова. Теперь во двор трех домов 11, 13, 15 можно проехать, не подпрыгивая на кочках и не попадая в ямы. Отремонтировали около 3000 квадратных метров дорог и все тротуары. После каждого подъезда и по всей территории установили скамейки и урны, высадили кустарники. В центре двора – новая детская площадка. Все работы завершили за два месяца. Ремонт в рамках проекта формирования комфортной городской среды обошёлся почти в 7 миллионов рублей. Средства выделили из федерального бюджета. Жильцы преображением двора довольны. Было, конечно, убогое. Убого было. Конечно, ходили, спотыкались, ямы и всё. Короче, сделали нам. Вы видите, какая красота. Ещё если озеленять, обещали озеленители, что-то посадить, мы сами посадим. Пусть привезут нам деревья. Мы заходим в наш двор, как в Евродвор. Красота необыкновенная. Спасибо большое всем компаниям, которые принимали участие в нашем дворе. А вот во дворе Пафадеева-19 ситуация сложнее. Работы здесь начались ещё летом и должны были давно завершиться. Но подрядчик обязательства не выполнил. Правительство города расторгло контракт. Сейчас на объекте работает новая компания. Уже уложено около 300 тонн асфальта. И завершается реконструкция внутридворового пространства. После длительного поиска нового подрядчика, расторжения, расставания со старым, мы вышли на работу. В ближайшую неделю всё доделаем. Только после приёма с жителями данные работы будут приняты. Если некачественно, значит, не заплатим или заплатим существенно поменьше стоимости. Установка площадок, ремонт дорог во дворах, благоустройство территории. В этом году сдали уже 200 объектов из 350 запланированных. Такой же объём обозначили на 2018 год. За преображением севастопольских дворов наблюдали Елена Корнухова и Михаил Волобоев. Информационный канал Севастополя. Севастопольские остановки общественного транспорта будут модернизированы. Компания «Городские инновации» разработала и приступила к реализации проекта. Авторские идеи позволят реализовать комплексное внедрение элементов уличной мебели, создавая функционал, комфорт и эстетику в городской среде. Напомним, что в Севастополе уже работают 12 умных остановок. Ещё две планируют установить в 2018 году. Подобная остановка даёт жителям города возможность получить информацию о маршрутах движения общественного транспорта, пополнить счёт мобильного телефона и оплатить другие услуги через терминал. Здесь же представлена бесплатная зона Wi-Fi. Все комплексы оснащены светодиодными ночными освещением и видеонаблюдением. Отметим, что компания «Городские инновации» выступает в роли инвестора и реализует этот проект без привлечения бюджетных источников финансирования. 35 севастопольцев отправятся на срочную службу в различные войсковые части Ростовской области. Сегодня в городском центре управления флотом прошёл торжественный митинг. Подробнее в сюжете Юлии Ефремовой. Равняйсь, смирно. Нет, это не урок физкультуры. Всё гораздо серьёзнее и строже. Присвоить воинское звание рядовой. Бортняк Владиславу Алексеевичу, Дрожину Вадиму Александровичу. 35 призывников из Севастополя совсем скоро покинут полуостров. Проходить срочную службу они будут в воздушно-космических войсках и сухопутных подразделениях Ростовской области. В день отправления торжественный митинг и напутственные слова ветеранов. Служите так, чтобы вами гордились ваши родные и близкие. Чтобы вами гордился наш славный, легендарный, краснознамённый орден Ленина и Октябрьской революции город-герой Севастополь. После торжественной части 15 минут на то, чтобы попрощаться с родными. Ведь следующая встреча может быть только через год. Никто не сдерживает эмоций. Жди меня, я вернусь. Волнительно. Сестра срочника Тимура Хиштилова говорит, брат попасть на службу пытался пять раз и уже сейчас знает, каким должен быть настоящий солдат. Обрядно почистим, готов армии служить Родине Рождественной. Проходить службу за пределами Крыма в этом призыве отправят почти 150 человек. Это Московская область, это Краснодарский край, это Ставропольский край. То есть это Юг России и Московская область. Это уже второй призыв в этом году, когда срочников на службу отправляют за пределы полуострова. Впервые это произошло весной текущего года. Десять человек свой долг Родине отдают в Ивановской воздушно-десантной дивизии. 24 октября часть, в которой служат севастопольцы, посетил Юрий Кривов. Ребята служат достойно, то, что им эта служба нравится. Двое из десяти изъявили желание остаться на военную службу по контракту именно в Иваново. Всего на службу в Вооруженные силы России до конца декабря отправятся 400 севастопольских ребят. Юлия Ефремова, Илья Якушев, информационный канал Севастополя. Наш телеканал готов взять на работу журналиста «Нью-Йорк Таймс». В интернете набирает обороты скандал вокруг иллюстрации к статье о строительстве Керченского моста. В материале, который вышел в американской газете «Полуостров Крым» обозначен частью российской территории. МИД Украины потребовал карту перерисовать. Автором статьи указан корреспондент корпункта Иван Нечипуренко. Информационному агентству Севастополя он пояснил, что занимался исключительно текстовой частью публикации, а иллюстрацию подготовил американский офис. Из-за этого материала к журналисту много претензий, он всерьез опасается увольнения. Если это действительно произойдет, информационный канал Севастополя готов обеспечить работой Ивана Нечипуренко. Подробности этой громкой истории вы можете прочитать на сайте xtv.ru Какие льготы и социальные услуги могут получить пенсионеры? Каково состояние законодательной базы в части пенсионного обеспечения? Эти темы обсудили на семинаре местной общественной организации ветеранов Балаклавского муниципального округа. На вопросы представителей первичных ветеранских организаций ответили представители пенсионного фонда, департамента труда и соцзащиты и территориального центра социального обслуживания населения города. Когда председатель первичной ветеранской организации, то есть основа ветеранского движения, который работает непосредственно с пенсионерами, ветеранами различных категорий, но когда председатель первичной организации общается с этими ветеранами, с этими пенсионерами и сможет ответить на тот иной вопрос, он лишний раз не будет обращаться ни в пенсионный фонд, ни в социальные защиты. Мы считаем, что это, допустим, благое и хорошее дело. В ближайшие дни телерадиовещание будет работать с перебоями. Информацию сообщает радиотелевизионный передающий центр Крыма. В Севастополе запланировано проведение работ на антенномачтовой системе. С 16 по 22 ноября с 9 до 17 часов возможны перерывы в трансляции теле- и радиопрограмм. Пассажирское судно «Комета-120М» прибыло в Севастополь. Об этом сообщил представитель судостроительного завода «Вымпел» Никита Зимцов. Судно на подводных крыльях предназначено для скоростных морских перевозок по Крыму. Напомним, 20 октября первая «Комета-120М» была спущена на воду в Рыбинске, после чего началась доставка судна в Севастополь. Сейчас «Комета» стоит на внешнем рейде города. Вскоре ее переведут в Южную бухту. Уже в 2018 году судно будет курсировать по маршруту Севастополь-Ялта. К новостям спорта. Олимпийские игры начинаются с уроков. В спортзале 14-й школы провели традиционные веселые старты. В эстафетах принимали участие первоклассники. Ученики не ушли без подарков. Им вручили футбольные и волейбольные мячи, скакалки и секундомеры от Олимпийского совета города. Подобные соревнования также проводят и в других образовательных учреждениях. В частности, в этом году веселые старты проходили в 20-й и 45-й школах. Веселые спортивные старты проводим третий раз. С целью как можно больше привлечь учащихся к занятиям физической культурой и спорта. Для того, чтобы они в будущем, может быть, кто-то из них стали олимпийцами. Хорошая традиция с вождением в Россию. Сегодня Олимпийский совет города Севастополя под руководством Олимпийского комитета России постоянно проводит олимпийские уроки. И очень приятно, что наши общие образовательные школы с удовольствием участвуют в этих олимпийских уроках. И каждая школа старается показать по-своему этот большой праздник. И о погоде. В Крыму ожидается резкое похолодание. По сообщению синоптиков, 16 ноября в Севастополе осадков не предвидится. Ветер северо-восточный со скоростью 5-10 метров в секунду. Ночью температура воздуха держится в пределах 7-9 градусов, днем 11-13 градусов со знаком «плюс». Наш выпуск новостей завершен. Сообщить актуальную информацию вы можете в редакцию нашего телеканала по телефону 54-51-12. Больше новостей на сайте xtv.ru. С вами была Светлана Федодеева. Оставайтесь на информационном канале Севастополя. Субтитры создавал DimaTorzok